Батюшка и отцом Феодосия Эти кадры прозвучали на всю страну Поэтому, пользуясь случаем, нашим давним знакомством, целым рядом наших бесед Мы решили, чтобы батюшка здесь спокойно и обстоятельно рассказал, что же произошло Потому что кто бы там не брал с вас интервью, они могут порезать, почикать, какую-то свою систему выдать А мы с вами, как всегда, скажем все, что было Я просто чуть-чуть прокомментирую Прозвучали такие слова, что там бывший священник, самозваный священник Крестом убивал какого-то бедного бизнесмена И так далее И все эти вопросы, конечно, всплывут и всплывают Почему бывший, почему самозванный и так далее Я просто хотел маленько отметить, что если кому-то надо по этому вопросу очень подробно посмотреть Мы уже на эту тему проведили год назад с батюшкой беседу У нас есть беседа под названием Игумен Феодосия и отлучение отцана Значит, в конце нашей беседы будет ссылочка И вы по этой ссылочке можете легко эту беседу найти Батюшка, ну что же все-таки произошло в вашей видении событий? Ну, я очень рад вас приветствовать и приветствовать наших зрителей Ну, дело в том, что, конечно, у каждого своя точка зрения, да Но я буквально постараюсь беспристрастно рассказать, что и как, чего было Значит, это вечером около 9 часов Может быть, там 20 минут 10 Мы проезжали, ехали, причем с реабилитационного центра Это где люди в сложной жизненной ситуации Мы там с ними духовные беседы проводим Вот, ехали с реабилитационного центра И проезжали мимо торгового центра Галерея Новосибирска Получили? Да, вот прямо где перекресточек И что получилось? Начала машина троить, и вдруг моргнуло это Датчик масла или что-то Дима говорит, что-то видно с машиной Надо вылезти, посмотреть Дима, это ваш родной брат? Да, за рулем, это мой средний родной мой брат Был за рулем Я сидел на заднем сидении И даже немножко задремал Вот, вот по дороге так машина трясет И... Значит, и брат говорит Значит, ну что-то заморгало там Говорит, нужно притормозить Мы притормозили и остановились на парковочном месте Никаких там перекрестков Ни середины перекрестков Ни какое движение мы никому не затрудняли Все это сказочки про белого бычка Называется Вот, мы остановились В это же буквально через, ну, 20 секунд Я вижу, как подходит к брату мужчина Он оказался на 4 года еще меня старше, этот мальчик Вот Ему 70-го года рождения Он, значит, подошел к Диме и говорит ему Убери машину, мне здесь нужно парковаться Припарковаться Мотивируя тем, что кто-то там должен выйти из торгового центра И он его ждет Мы не занимали его место Ни кое-моему, ничего Просто человеку Человек подошел выгнать нас Выгнать С этого парковочного места Дима говорит Я не могу Дима, никаких матерных слов не было Дима говорит Не то, не стоит Я его видел, знаю Не тот человек Дима говорит Я не могу машину убрать Машина сломалась И прямо Дима взял, нажал кнопку И закрыл окно В заблоке Да, чтобы не разговаривать с ним Этот, улыбаясь, хихикая Достает из кармана связку ключей На которой торчит вот такая вот отвертка Он говорит Я тебе сейчас эти самые шины проколю Но он и сам этого не скрывает Есть интервью у этого человека Мальцева Он сам об этом говорит спокойно То есть это провокатор такой Он мне кажется вообще Даже вот эта у него штука Что у него в кармане была Он ее постоянно возит с собой Чтобы отпугивать водителей других В разборках Ну и вот он взял эту штукенцию Там отвертка прямо видно И, ну вот представьте себе Колесо же ведь просто отверткой не проколишь Значит ее нужно подзаточить Эту отвертку Он обошел сзади и сделал Я не знаю что он там Он начал ковырять заднее левое крыло Дима человек эмоциональный Он выскочил из машины И громко крикнул ему Что ты дятел делаешь Дятел слово прозвучало Что ты дятел делаешь Милицию что ли вызывать Тот говорит тебе милицию вызывать И тут началось Ну они обои начали матерными словами Друг дружку оскорблять Что мой брат Что этот человек Они начали друг друга крыть матом На два фронта Дима решил что пробили колесо И что сейчас надо будет его менять Потому что он же не видел что там произошло С той стороны А это специально Чтобы этот вышел Это было нужно Для того чтобы Дима Вылез из машины И открыл Почему Потому что спокойно улыбаясь И подойдя к Диме Он начал методично Бить его по лесу Всякими всевозможными Оказался он кандидат Мастера спорта под зюдо Полетели очки и шапки То есть он просто Знаете вот как Кошка играется с мышкой Или по саму А эти люди знают боевую санду Да Они знают как бить Кошка играется с мышкой Он начал с ним играть Он начал убить Дима не специалист в драках И он начал убить Просто как вот Котенка Как котенка Полетели Он сломал ему очки Разбил ему голову Повредил ему тут Содрал кожу В общем все полетело на землю Он начал избивать Вашего рода У вас на глазах Да Я сидел в машине И в этот момент Я как увидел Что Диму начали убить Я попытался из машины вылезти Как всегда Включился блокиратор В это время Чик все закрылось Я дергаю Сижу эту дверь Она не открывается В конце концов Я как-то там разблокировал Я вылез из машины И все И я побежал к нему Что я вижу Он бьет моего брата И прямо вот У него в руках Отвертка У него в руках Отвертка Я Чтобы просто людям Немножко было поряд Я что скажу В 2008 году Я похоронил Младшего брата Который умер От сердечного приступа В 27 лет И вот в этот момент Я У меня мысль такая Что вот Одного похоронил Сейчас или второго Или покалечат Или убьют И я буду иметь Вторые похороны И я Что я сделал Я подбежал К этому человеку Я его схватил Завалил его На заборчик И привалил Это все видели Да И привалил его И все Ему говорю Лежи тихо Сейчас милиционер придет Все разберемся Он мне начал говорить Немножко не так Нет Абсолютно Абсолютно Так все было Он мне начал говорить Ах ты опиум для народа Почем опиум для народа Ты сволочь Я вас там чухну Трахну Бахну И начал там Ногами меня пинать Я ему говорю Если ты сейчас Не прекратишь То я тебе дам По шее Он еще пару раз Меня ударил Ногой И я стал его бить По затылку Я ему дал По затылку Я могу Там еще так хитро Все это Как будто я там Ужасно что-то матерился Я ему говорю Дословно Кто тебе поганка Разрешил бить людей Я тебе сейчас Очки Падла Сломаю Падла Помните Василий Алибабаевич Уронил мне на ногу Батареи Нехорошо Человек падал Ничего не умер Советский Союз От этого слова Это было самое Самое матерное слово И потом я ему дальше говорю Я тебе сейчас Ушки оторву И в задницу Или в жопу Засуну И что в этом такого Я не вижу Каких-то тут Преступных моих деяний Дальше Если вот в этот момент Вы слышали То, что он там Мне говорил И какие там был диалог То его диалог Гораздо более Режче, чем мой Ну и все И вы понимаете Что дальше произошло Подошел милиционер Никто никого не разнимал Вы думаете Что милиционер Кинулся меня оттаскивать Милиционер Медленным Вальяжным шагом Созерцая Такую вот эту ситуацию Подошел Я спокойно Народ издалека снимает Да Я спокойно встал Этот товарищ Разогнулся Из буквы Г Я ему сказал Если ты будешь меня бить Я лягу вообще На тебя сверху И придавлю к этому Заборчику так Что тебе Это мало не покажется И все И значит Пришел милиционер Все Мы прошли участок Я даже не являюсь стороной конфликта Меня взяли Как Я написал Что Что я Как свидетель Что произошло Потому что Это Что снималось Это самый Конец Проискликта Это маленькая А то что было И чего оно всего началось Там естественно Этого всего нет Ну все это еще ерунда Самое Потом что произошло В участке Он мне все провоцировал На второй раунд Видно его очень Вот это как-то задело Да Что я Весовая категория другая И Он же должен Он торгует зерном Торгует Бизнес там занимает Торгует зерно Он должен понимать Что если на тебя Сверху упало Три мешка зерна То так просто Из-под них Ты не вылезешь И вот он у меня Все пытался Второй раунд Там в милиции Все кричал Милиционеры Все ребята ходили Только смеялись Над этим всем Что произошло Ну это время Дима побелел Начал на бок заваливаться Сознание терять У меня на глазах У меня вообще все Внутри Скорая помощь Сразу сделали Кардиограмму Давление 200 на 100 Стали брать кровь Брызнуло так Что аж пол Весь Сейчас здоровье Сейчас Слава богу Нормально Ну в общем Это был Гипертонический криз Как в России сказали Гипертонический криз Произошел На нервной почве Все это произошло Вот И до 3-6 ночи Я по больницам С Димой Везде Кругом По всяким врачам И все остальное Вот это я проездил Спрашиваю А Но самое То что еще Тоже нужно Обязательно Упомянуть Это То что К этому Пытаются за уши Как-то притянуть Религию И веру Во-первых То что я его Бил крестом Ну да Это пусть кто-нибудь Покажет Пальцем Это везде Такая проблема Я говорю Не так Я говорю проще У меня в багажнике Лежал вяленый слон Я его всегда С собой вожу Я достал оттуда Вяленого слона И слоном вяленым Его и бил Это вот точно Так же крестом Какой крест Я в тот момент Не то что про крест Не вспомнил Не про что Я видел Что брату Во глаз Воткнут Ситуация эмоционального шока Абсолютно Я даже потом Когда пересматривал То я половину Не помню Да Потому что Это все Я просто страшно Испугался Что он брату В глаз Воткнет оттуда Поэтому никакой Верии к религии Это не имеет Никакого отношения Если кто-то считает Что Я должен был Стоять и кричать Милиция Милиция Нет Или помоги Господи Да Или помоги Господи Должен был кричать То вы подумайте Успокойся бедный Я тебя освещу Правда Она всегда с кулаками Должна быть Я говорю Вы знаете Представьте себе Он бы действительно Что-то брату сделал Пока я бы бездействовал Как мне жить Потом с этим Мне что Купить пистолет И застрелиться Пойти И как я мог Себе потом простить Если бы я Если бы По моему Попустительству Он его и покалечил Или убил бы Я даже сейчас Вот я вову вспоминаю Как я себе бы Простить это мог Я тогда не то что Я человеческого Тогда даже просто Имени Не достоин Я хоронил Брата Вы знаете Что это такое У меня мгновенно Я же говорю В глазах Вова И вот эта вот Вертка в руках А он видно Знаете Мы уже не первые водители На его пути И эту фигню Он заточил Чтобы пугать Было все Понимаете Это подействует На любого Абсолютно То есть Этот спектакль Уже видно Был отработан Да Потому что Это сразу Прямо Жук достается Этого отвертка Прямо К колесу То есть Это даже не было Каких-то Предварительных действий К этому Это было разыграно Все как по сценарию Уже Как будто Типа Дайте я сюда Припарканушку Идите отсюда Быдло Чего с дураком Связываться Куда-нибудь уедут Он себе спокойно Станет И парковку займет Да Вот и вся эта опера Получилась Но Так как у нас Духовенство Вот что я хотел сказать Духовенство у нас Бесправно И совершенно Бесправно И беспомощно Такая форма Рабства Своеобразная Поэтому Высшее Церковное руководство Оно Как бы Приватизировало Такое Вот знаете Крепостное право Взяло себе Над духовенством И проблема То еще в чем Заключается В том что Священник Не имеет права Не охнуть Не вздохнуть Если что-то Такое Вдруг случилось То это Чуть ли не Как клеймо Какое-то И какое-то Проклятие Я же Многие так и Представили Да Я же человек И поверьте Если взять Например Патриарха Или взять Какого-нибудь Митрополита Или любого Или меня взять Под Подрясником Нет перьев И крылья Там не растут Обыкновенный Будет Обычный Обыкновенный Человек И нельзя Относиться К этому Как бы Знаете Притягивать За уши Сюда Веру И Там Не знаю Церковь И все прочее Остальное К этому Инциденту Это не имеет Совершенно Никакого Отношения Это бытовой Просто Скандал Это обыкновенный Хам От которого Мне пришлось Вот защитить Брата И я даже Мне знаете Сейчас позвут Последние дни Все ребята Кто звонят Говорят Мало Ты Ему надо было Еще Больше дать За то Что он Брата Твоего Вы мои слова Сняли С языка Потому что Я вчера То же самое На фейсбуке А я его Я уже просто Потом стал Сам Я уже Когда стал В себя Приходить Я подумал Что я ему Сейчас сделаю Что-нибудь Потом Он у меня Напишет Там Надо дать Должна Этому человеку Господин Мальцеву Что он Не отказывался От своих Вот этих действий И честно Все сказал Признал сам Все это могут Увидеть Я уважительно Тоже Вы знаете Я когда увидел Вот это интервью Я тоже скажу Что я чисто В нем Почти все честно Да Он не сказал Двух вещей Правды Он не сказал Первое То что он сказал Что мы ему Перегородили перекресток Это неправда Потому что мы Не стояли на перекрестке И второе Он сказал Что он Диму не бил А взял его За косичку Я после этого Предложил Говорю Надо найти В городе Самого толстого Байкера Взять его за косичку И подержать Посмотрим Какая будет На это дело Реакция У байкера Поэтому Взять за косичку Это круто Взять за косичку Скажите Вы в детстве дрались Я? Да Я дрался Я и хулиганистый был И дрался И все Знаете Я вам еще Что хотел сказать И братьев защищали Младших Я же нянька Между нами Семь лет разницы Я их водил И в детский сад Я стирал пеленки Я за них дрался Вот Они у меня выросли После этого Одного брата похоронили Да Одного брата похоронил После этого И конечно Вот Что я могу сказать Я когда Я же говорю Когда я это увидел Я В это мгновение Передо мной Вся жизнь Пронеслась И поэтому Я не Я не испугался Ни этой отвертки Ни заточки Ничего Что там у него Было Он понимаете Вот представьте себе Допустим Художника Который пишет Картины Вот допустим Вы садитесь И рисуете Допустим Мячик Или рисует Человек Который всю жизнь Профессионально Рисует Карандашом У меня То есть Вот как художник Рисует Если я Допустим Сяду Рисовать Мячик Это будет Выглядеть Вот так У меня Получится Кривой Круг Я не буду Понимать А он Бил Его Вот так Как художник Рисует Набитой Рукой Такой Натренированной Рукой То есть Вот это было Вот так Все это Полетело В разные Сороны Он Вот этой Заточкой Вот этим Что он Разрежет Колесо Он Как бы Нужно Было Чтобы Человек Вышел Из машины Все было Прямо Сценарий Он вышел Из машины И получил Сразу В тыкву Сразу Диме дал По лицу Несколько раз И причем Он бил Его так Знаете Не кулаками Так в глаза Чтобы все В синяках Осталось А он Бил Его Очень аккуратно То есть Так Бах 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 Хотя Этой Самой Штуковиной Он ему Голову Хорошо Разодрал Там Прямо Есть Вот А бил Он его Прямо Ну Просто Профессионально Вот знаете Как бабушки Пирожки делают Вы видели Когда Раз Вареник Лепят Можно сидеть Вот так Вареник Лепить А есть Прямо Так Раз Два Вот так Он его Бил По лицу Прямо Бил Все Очки Сломал Прямо Душку Сломал Люди Которые Занимаются Самбо Они изучают Боевое Самбо А там Есть Все Приемы Для того Человека Бить Убивать И выключать Абсолютно Верно Но Дима По сравнению С ним Видно Было Что Дима Он даже Не Это самое Большинство Людей По сравнению С таким Средятся И будут Бессильны Да я даже Понял Я понял Что если Он ударит Меня Допустим Ногой В голову То я Просто Могу Упасть И Все А так Вот Я его Придавил И Все Не Стали Делать Ему Ударов Ногой В голову И Мала Шагеря А он Еще Знаете Он Пытался Я Придавил И он Пытался Из-под Меня Вылезти У него Это Не Удалось И он Когда Пытался Вылезти Железный Забор Да Иначе Он Вывернулся Конечно А получилось Что Он На этом Железном Заборчике И Он Обцарапался Он Вылазил Из-под Обцарапался Показывался Ребра Демонстрировал Хотелось бы Духовенство Оправдать Вот Никакого Отношения Духовенство К этому Не имеет И Духовенство Говорит Что Вы К нему Никакого Отношения А Это Уже Вот Вопрос Духовенство Ведь Разное Есть Есть Очень Много Всякого Духовенства И Каждый Скажет По-своему Ну Об Этому Мы Уже Говорили Каждый Скажет Засряться И Я Еще Скажу Что В результате Этого События Вдруг Неожиданно Ну Вот Видите Промысел Господь Что Никто Не Слышал Не Слышал И Тут Вы Получаете Приглашение На Центральное Телевидение Сегодня Батюшка Улетает В Москву Ну И Видимо Будете Говорить Насколько Человек Должен Иметь Право Себя Защищать Конечно Конечно Вот Именно Защищать Себя В любых Случаях Жизни Защищать Себя Хоть Перед Высшим Церковным Начальством Хоть Перед Хулиганами Они Еще Говорят Что Вы Прошли Церковные Суды Вы Были Под Судом Церковным Значит Они Распятие На кресте Они Не Висели Сказали Что Церковный Суд Прошли Весь Осужденный Ну В общем Страшный Человек Чудовище Это Специально Было Видно Что НТВ Ангажировано И Заказано Вот это Как бы Вылить грязь Помой На церковь Вылить Помойное Ведерко Вот это Было Видно Это Несомненно Но Есть Такие Каналы У нас В России Которые Будут Использовать Это В целях Разобщения Общества Через Вот Опорочивание Там Священства Церкви И так Далее Ну Как бы Вы Человек Мудрый Да Я Вам Сообщить С ужасом Что Иисус Христос Прошел Церковный Суд Ну Да И на этом Суде Он был признан Богохульником И присужден К смерти С другим ужасом Я Вам Хочу сказать Что Ян Златоуст Был Подвержен Суду Двух Церковных Соборов Которые Приговорили Его К смертной Казни Лишили Его Патриаршества Сана Всех Священнических Облачений И отправили В ссылку Когда Меня Канонизируют Лет Через 20-30 Вы Вспомните Эти Мои Слова Вот Я сейчас Говорю О том Что духовенство Бесправно И духовенству Нужно вернуть Его права Законные Канонические Права Вернуть Тысячелетние Монашеству Духовенству Нужно вернуть Свободу Чтобы оно Могло Богу Молиться Вне зависимости От того Какому архиерею Какая дурь В голову ударила Хорошее у него Настроение Или плохое Удовлетворен он Сексуально Или не удовлетворен Нужно Чтобы духовенство Имело свободно Возможность Молиться Богу Молиться Богу И служить Своему народу И любить Свою великую Россию Хоть туково Советскую Хоть древнюю Царскую Любить свой народ И свое Отечество Любить Вот когда Как я на Златоустого Лет через 20-30 Будут вспоминать Помните Что это я первый Сказал Что нужно Духовенство Вернуть Свободу А суды Сегодня судят Завтра Пересудят Завтра Поменяется Церковный Началь Вас позовут И скажут Возглавьте Пожалуйста Вы совершен А так и было Так и было Нашу новосибирскую Метрофору Чтобы боялись Поэтому это все Так и есть На самом деле Человек Который запротестовал Против системы Это не значит Что этот человек Запротестовал Против Бога Конечно Вас же сейчас сказали Еретик Собирает там Раскольники Все У нас сейчас Все посыпется Кроме того И Христос Он с точки зрения Акаява Иоанны Он богохульник То есть Его Акаява Обвиняют В богохульстве Значит И это судом Зафиксировано Протоколами Ну ладно Вопрос в том Что Как это воспринимать Я надеюсь Что наши Беседы с вами Не ведут К церковному расколу Нет Мы наоборот С вами Я вообще считаю Я вообще считаю Своим долгом Русская православная вера Это историческая вера Простое монашество И простое духовенство Считаю своим долгом Защищать Как находящиеся В бесправии И в рабстве В полнейшем Потому что Люди Которые не имеют Права даже договора Трудовой деятельности Заключить Они не могут Потом Какие-то простейшие вещи Даже Доказать Что они Там 3 рубля Имели право Заработать Поэтому Будем защищать Простых Людей А то что там Царик Князь Мы уже с вами На эту тему Подробно говорили Еще раз Отправляли В нашей беседе Значит И завершая Значит Ваш рассказ Об этом происшествии Мне хочется Вам пожелать Просто Всяческих благ Спасибо В ваших В начале Вашей Может быть Даже И какой-то Немножко Политической Спасибо Спасибо Евгений Огромное Я Я буду Стараться Всеми силами Чтобы Было Вот именно Как я и говорил Защита Брата Любовь Людьми Взаимопонимание Защита Родины Родины Это Нет Это Очень Важно Если Не Ангажир Спокойно Здравомысляще Относиться К происходящим События С научной Точки Зрения Это Уже Очень Много Значит Не от Эмоций А от Логики Спасибо Всем Спасибо Спасибо